После того, как я вчера попала под дождь, у меня болит спина. Все просто болит. Я чувствую себя как старушенца. Но я знаю, почему она болит. Я рюкзак несла, довольно-таки тяжелый. Короче, несусь я сейчас за полочкой. Наконец-то полочку нашу сделали. И вот я за ней несусь. Надеюсь, успею. Я, как всегда, все на последний момент. Да, мне еще сегодня один чудак написал якобы по-дружески, что они там с женой смотрели мой новый влог. И на какой-то минуте тридцать восемь там увидели кадык мой. О боже, как теперь жить? Я даже не знаю, что мне теперь делать. Что за бред вы несете? Ёлки-палки. Если у меня губы не такие, как вам надо, как вам нравится, брови не такие, лицо не такое, красота не такая. Если я не соответствую каким-либо вашим требованиям, это не значит, что я не имею права на существование. И никакие ракурсы я не собираюсь подбирать для съемки видео. До закрытия буквально считанные минуты. Я еще не помню, где мы заказывали. Круто! Вызвала такси. Жду. Привезла. Еле дотащила. Еще выходя из машины, у него плохо открывались и закрывались двери. Короче, хренакнула себе по пальцу. Он у меня просто синий. О, жесть. Я еле дотащила эту полочку. Я думала, умру. Не из-за того, что тяжело, из-за того, что палец просто. Он под цвет моей кофты и джинс. Я буду сейчас, как в рифинах. Итак, минут пять. Ничего не нашла в холодильнике такого, чтобы приложить холодное, кроме как помидор. Ах, капец. Вот это оно долбануло. Ой, так стрельнуло только. Что? Капец. Ой, опять. Теперь оно так будет постоянно. Мне это не нравится. Не-не-не-не-не-не. Мы не договаривались так. Ах, капец. Я не могу этот помидор взять. Ах, капец. Я даже помидор не могу приложить нормально. Больно. 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 Ну и вот. Я собрала полку. Как могла. Отвлекала себя только бы. Короче, не обращать внимания на палец и на боль. Ну вот. В целом собрала. Ну, а палец как болел, так и болит. Наш личный дизайн. Я, конечно, думала, что выдвигающийся ящик... Не могу. Будет побольше. Ну, в смысле, поглубже, да. Ну, в смысле, не туда глубже, а в ширину, наверное, да. Нет, в длину. В общем, длиннее будет. А он совсем получится маленький. Вот моя рука. Ну, в принципе, у нас все влезло сюда, что нужно было. И все книги, и все вот эти вот нужные штучки нам. Ну, и в целом задумка была такая, чтобы комбик туда стал вниз. Чтобы он не просто телепался. Если бы мы просто взяли полочку какую-то, да, то, соответственно, комбик пришлось бы рядом ставить. Это больше места занимало бы. Поэтому, короче, не клево было бы. Ну, а так мне, в принципе, нравится. И все документы у нас здесь хранятся. И все, что нам нужно. И на комоде у нас чистота и порядок. Вообще шикарно. Только камеры мои там лежат. Ну, и то они здесь не очень часто лежат. Ну, а на самом деле они всегда здесь. Честно, ожидала вообще худший вариант. Как бы я, когда пришла в магазин, даже не поняла, что это наша полка. Как бы неплохо. Это капец. Палец болит еще больше со страшной силой. Я прям прослезилась. В больницу не хочу идти, потому что у нас сейчас только БСМП. А это больница с не очень хорошими отзывами. Не хочу я туда идти. Парень побежал за таблетками обезболивающими. Ой, короче, очень болит. Я уже не знаю. Не нахожу себе места. А вот это меня приштырило. Ударила я палец в пять. Вот представьте, с того времени болел он сильно у меня час где-то. После этого он приутих немного. Я поговорила с сестрой по вайперу. И вот начал болеть снова. Я на удивление сейчас себя чувствую более-менее ночью. Жесть. Короче, я была под обезболивающим. Потому что без него я просто никак не могла существовать. Три таблетки я выпила за всю ночь. Получается, до сна я выпила. Потом перед сном я выпила одну. Уже во время сна я просыпалась. И выпивала еще одну. Потому что очень начинал болеть палец. Я не знаю, как. Я вчера дотащила эту полочку. И как я вообще вчера смонтировала один видос. Он правда, конечно, обычный. Это из разряда, что в моей сумке, что в моем рюкзаке. Но это ответ на многие вопросы. Почему я не хожу как все девушки. Почему я хожу как пацан с рюкзаком. Причем с одним и тем же. У нас же у девушек должно быть их тысячам. Сейчас он уже выводится у меня. И сегодня буду его загружать, скорее всего. Парень мне все сделал как надо. Наготовил. Все нарезал, чтобы я не мучилась. Я буду все это время, скорее всего, дома. Пока у меня болит палец. Он у меня еще болит. Я не знаю, действует сейчас еще лекарство или нет. Потому что сейчас уже 11 дня. Я встала в 7. Я вчерашний вечер вспоминаю. Это просто что-то. Это был ад. Просто ад. Боли иногда были такие, что я аж плакала. Такой вообще первый раз. У меня даже когда мой гастрит болел, я вообще практически не плакала никогда. Потому что боли были сильные. Но с желудком просто так, что ты можешь как-то лечь, как-то сесть так, чтобы тебе было более-менее удобно и не так больно. А палец, как ты его не положи, он все равно болит. Он все равно болит. Я надеюсь, вообще не загрузила никого этими своими событиями. Ну, вот так вот в жизни бывает. Привет! Кстати, по поводу мужчин. Видео, то, что я снимала, про перебор на моем канале мужчин. Сейчас вы не поверите. Я приложу фотки специально. Это как раз статистика во время того, как я уже выложила видео. Постараюсь до найти фотки. Я думаю, люди сами все поймут. А если вам было непонятно, то 50-50 уже. До этого было, если я не ошибаюсь, 80% мужчин на моем канале. Теперь 50% мужчин, 50% женщин. Мужчины решили, ну его нафиг вообще. Она слишком возомнила о себе. Что за дела? Нужно попустить ее. Мне вообще насрать, если честно. Вот просто. Мне по барабану, какое количество и кого присутствует на моем канале. Для меня важна адекватность и человечность. Чтобы можно было общаться. Чтобы можно было что-то новое узнавать от вас. От вас или вы от меня. Короче, хочется какой-то отзывчивости, доброты и терпения от людей. Чтобы я вас чему-то где-то, может быть, научила или подсказала что-то где-то. И так же, чтобы вы меня учили чему-то, где-то что-то объясняли, где-то что-то показывали. Но не преподносили это с тем, что типа, ты шо, дура? А нормально, адекватно общались. Вот такую бадью еды оставил мне мой парень. Сейчас я буду это все трепать. Ну и смотреть, соответственно. Хотите прикол? Помимо пальца, еще потянула себе спину. Даже не потянула, а сорвала. Я, короче, не могу ни встать, ни нагнуться, ни ходить даже нормально. Мне мало было копчика, оказывается. Все супер. Доброе утро. У меня видок, конечно, еще тот. Я на самом деле сейчас задалась таким квестом. Мне нужно поменять белье постельное, потом принять душ и сделать хоть что-нибудь. Потому что я все эти дни пролежала в кровати. Вот реально пролежала в кровати. Вставала только покушать и в туалет. Больше нихрена не делала. Потому что все за меня делал мой парень. Абсолютно все. И есть готовил, и убирал, и стирал, и все. И еще и за мной ухаживать успевал. Короче, ну вот так вот складываются обстоятельства на данный момент. Ну, такое бывает. Как бы тут уже ничего не сделаешь. У меня также болит палец. Он также опухший. И у меня также болит спина. Даже вот просто вот так вот. Ах, мне уже больно. Но меня радует, что спина проходит постепенно. Но проходит так же, как и палец. Хотя он постоянно опухший. И меня это очень пугает. Мне каждый раз кажется, что он все больше и больше и больше становится. Но, наверное, нет. Стоило бы, конечно, к врачу сходить. Но, во-первых, это ушиб. Мне кажется, ничего такого значительного. Для своего успокоения, мне кажется, стоило бы сходить. А то, может быть, нужно сорвать ноготь. Может быть, он там мешает нормальному заживлению. Я не знаю. Просто сейчас, на данный момент, я даже не могу сходить в больницу нормально. Потому что я не могу долго сидеть, не могу долго ходить из-за поясницы. Она у меня болит. Я вот даже утром сегодня встала, по-моему, позавтракать. Да, я завтракала. Я же вообще запуталась. Я завтракала. И буквально, не знаю, даже пяти минут не проходит. Как у меня уже все болит, короче. И я хочу лечь. Хотя даже лежа я переворачиваюсь. Как-то там, когда встаю, ложусь, мне все равно больно. Это никакие не жалобы. Просто такой апдейт. Вообще, что происходит. Я просто выпала на... Буквально на неделю. От съемок. Я выпала вообще из жизни какой-либо. Я никуда не хожу абсолютно. Кроме как вот на балкон прогуляться. Подышать на балконе свежим воздухом. Поэтому, сами понимаете, да. А, убирает вообще. И все делает мой парень. Я просто как овощ. Волочу не пойми какое существование. Так что вот такие дела. Сейчас мне нужно сделать все, что я перечислила. Хотя бы потому, что я уже не знаю. Я уже скоро, наверное, плесенью покроюсь. И меня... Ах! Это угнетает. Что за светом? Посижу немножко, передохну. А то пока разговаривала с вами, устала. Я хочу себя привести в порядок. Потому что у меня видок. Не знаю, на камере может быть не так уж видно. Но и запах не очень. Да. Наконец-то я приняла душ. Сделала все, что нужно было. Еще даже полы помыла. Ох! Но как мне это тяжело удалось, вы просто не представляете. А сейчас я хочу перекусить. Здесь есть вчерашние суши. И немножко овощей. Или суши на вечер оставить. А сейчас, наверное, я фасоль покушаю. Да знаю я! Так что всем приятного! Я уже несколько дней подряд занимаюсь всякой ерундой. Ну, в плане уборки, стирки. Но это все равно мне тяжело дается. Как бы энтузиазма полным-полно. Но когда я приступаю к делу, начинает болеть спина и все остальное. Меня это подбешивает в последнее время. Я уже устала, короче, от этого. Сейчас я просто почистила сантехнику. Причем я не особо-то и напрягалась. Слила все до место. С губкой потерла немножко. И все как бы и смыла. Также я помыть полы решила. Но на полах я уже все выдохлась. Не в плане устала, а в плане у меня схватила спина. И, в общем-то, я еле-еле домыла полы. Потому что, ну, как бы начало, нужно уже закончить. Сейчас я узнала, что пришел заказ на почту. Как раз-таки моей подвески. Нужно сходить на нее. И я заказывала по адресу почты, которая рядом находится. Но прислали на другой адрес почему-то. Вернее, посылка пришла сюда, на этот адрес, который рядом со мной. Но посылка почему-то ушла в другое отделение, которое чуть дальше находится от нас. Придется, наверное, идти туда. Этот квест будет еще тот для меня. Потому что я, как вы знаете, давно не выходила уже на улицу. И даже не знаю потом, как я буду подниматься на пятый этаж назад. И вообще, как я смогу и насколько отдалиться от дома. У меня грязная башка, потому что нужно было сегодня покупаться. Вернее, еще вчера. Но я не могу это сделать, потому что у меня болит поясница. Я не могу долго стоять. Я не могу долго сидеть. Я не могу нагибаться. Ой, короче, это такая хрень. В общем, вы и так все в курсе. Все знаете. Нужно привести себя в порядок для выхода на улицу. Как я рада, что я вышла. Я иду, конечно, не супер быстро, но иду. Вот она моя плелесть. Красота! Любота! Наконец-то! Не прошло и двух месяцев. Если б знала, что так долго будет идти заказ, не заказывала бы. Но, наверное, от этого стоило все-таки. Как вам? Ни хрена, мне кажется, не видно. Ой, мне нравится. Захожу на почту. А что вы думаете? Там никого нет? Ну, в плане, там, пусто. Вообще никого нет. Сидят две кассирши. И я и оплатила, и коммунальные вообще, без проблем. И получила посылку вообще вне очереди. Короче, хоть где-то должна быть радость. А то все расстройство до расстройства. Сходила я во все места, куда мне нужно было. Теперь осталось забраться к себе домой. Так больновато ходить, конечно, еще, но терпимо. Лучше, чем я ожидала. У нас тут цивилизация. Говорят, еще парковочные места здесь будут. Только где именно? По поводу самого украшения. Так-то выглядит неплохо. Мне очень нравится. Надпись, конечно, прям такая жирная, жирная. Я думала, она будет, ну, чуть-чуть так утонченней, что ли. Но в целом мне нравится. Я лично довольна. Цвета самих цепочек не совсем совпадают. Но это и не обязательно. Как бы я, в принципе, в курсе была, что может быть такой вариант. Один минус этой самой вообще покупки. То, что долго это все идет. Это идет, оказывается, из Китая. Короче, я ждала посылку как с Алиэкспресс. Я надеюсь, вообще это золото, потому что я брала розовое золото. Планирую я носить именно вот так вот это все. И еще сережки добавлю сюда золотые. Но сегодня я их не надела, потому что с пальцем как-то не очень удобно это все делать. Ну, а в целом мне именно вот эта покупка очень-очень даже нравится. Советовать? Не знаю. Если вы хотите ждать, именно вот у вас загорелось говно в жопе, как у меня, то, я думаю, стоит это того. А если вы хотите вот быстро, срочно, вам нужно, вы не хотите ждать, голову морочить, то нет. Я думаю, это того не стоит. Мне кажется, такую фигню можно заказать где-то поблизости в вашем, в любом городе, мне кажется. Соотношение цены и качества я вам сказать не могу. Пока я буду носить, так сказать, тестировать и посмотрим, что случится с этой штукой через месяц или полгода, потемнеет она или нет.